Начинаем работу номер 7. Практическая работа номер 7. Составление режимов работы цеха. Старший преподаватель Медведева Ирина Евгеньевна. Расчет фонда времени. Это мы уже говорили на лекционных занятиях. На практическом занятии вы должны будете более подробно рассмотреть и сделать расчеты согласно полученному заданию от преподавателя. Цел работа изучить методику расчета фонда времени. План практического занятия ознакомлен с понятием режима работы. Второй рассчитать скорректированные фонды времени оборудования. Для расчетов технологических и экономических показателей требуется знание годового фонда времени работы оборудования рабочих. Развея следующие фонды времени. Полный календарный годовой фонд времени 365 дней в году на 24 часа 8760 часов. Номинальный или режимный фонд времени оборудования зависит от числа рабочих смен в сутки. Три. Действительный или расчетный фонд времени оборудования зависит от вида оборудования и учитывающий потери времени на его плановый ремонт. Мы говорим, что если цех непрерывного действия работает 365 дней в году, то его полный календарный годовой фонд состоит от 8760 часов. Но большая часть цехов работает в режиме сменном режиме. И поэтому рабочие и оборудование работают в смену столько часов, сколько длится рабочая смена. Рабочая смена может быть 7 часов и 8 часов в зависимости от типа производства. А действительно расчет времени оборудования зависит от вида оборудования, учитывающего не только, если оборудование будет работать непрерывно в течение всей смены, но и есть время загрузки, выгрузки оборудования, то есть есть работа оборудования, когда идет плановый ремонт, есть потери какие-то от простоев и так далее. То есть действительный фонд времени – это действительно число работы, времени и оборудования, в котором оно фактически работает без простоев, ремонта и так далее. То есть это действительный или расчетный фонд времени работы оборудования. Фонд времени оборудования работы при двухсменном режиме составляет норму. Полный календарно-годовой фонд времени. Номинальный фонд времени при двухсменном режиме. Третья смена – выходные и праздничные дни. Обеденные перерывы, сокращенные предпраздничные часы. Действительный расчет – это расчетный фонд времени и плюс ремонт оборудования. Загрузка оборудования годового программы, расчет недогрузки. Оперативное время, время для отдыха и естественных надобностей. Время обслуживания рабочего места. Основное время, вспомогательное время. То есть все, вот это и есть фонд времени работы оборудования на примере двухсменного режима из составления норм времени. Как правило, основное количество цехов работает две смены. Три смены работают литейные цеха, механические цеха работают две смены. Такие цеха, как металлургический большой комбинат, они работают три смены и имеют непрерывный цикл работы. Поэтому от того, какое время будет работать цех, сколько сменность работы, продолжительность смены, мы высчитываем фонд времени работы оборудования. Работа в цехах или на участках проектируется в две или три смены при 41-й часовой рабочей неделе. Трехсменный режим целесообразен при работе оборудования в автоматическом режиме использования выдумных агрегатов, характеризующихся высокой производительностью и стоимостью оборудования. В остальных случаях следует назначать двухсменный режим работы. Типовой график работы для проектированного производства убирают по таблице. График работы с прерывно-технологичными процессами при 5-дневной 41-й часовой неделе. Номер графика. Число смен. Вы видите двухсменный, трехсменный. Продолжительность смены. Она разная. Число продолжительность смены. 7 часов и 8 часов есть. Число рабочих дней. Число дней отдыха в неделю. Праздничные дни. Здесь написано 8, но это пример. Вы можете посчитать официальные праздники, которые являются выходными и будут выходными для данного предприятия. Фонд времени. Если вы видите продолжение отпуска, номинальный фонд времени, процент потери от номинального фонда времени и действительный фонд времени. То есть в зависимости от того, сколько потерь идет на отпуск, на процент потери от номинального фонда времени. И все это является действительным фондом времени работы. Эффективный годовой фонд времени работы единицы оборудования определяется как разность между номинальным фондом и проектированной затратой времени на ремонт, наладку и переналадку оборудования в течение года. ДКР. Нормативные затраты времени на ремонт, наладку и переналадку. То есть есть нормативные фонды времени на наладку и переналадку оборудования. Номинальный фонд времени зависит от числа календарных и нерабочих дней в году, сменности работы и продолжительность смены. Вы видите на данной формуле. ДТК число календарных дней в году, число календарных дней в году. Число календарных дней в году, число нерабочих дней в году, выходные и праздничные, продолжительность рабочей смены в часах, число предвыходных и предпраздничных дней сокращенных, продолжительность рабочей смены, временно которое сокращается нормальная продолжительность рабочей смены, предвыходные и предпраздничные дни, число рабочих смен в сутки. То есть мы видим, здесь должно быть учитано все, и продолжительность смены, и выходные дни, число календарных дней в году, и минус предпраздничные часы, если сокращение идет предпраздничные выходные дни на час. Для каждого предприятия такой график является индивидуальным графиком. Оно идет в зависимости от производства, от того, какое производство, насколько оно может остановиться, не остановиться, насколько там идет автоматические линии, это идет ручной труд и так далее, и так далее. То есть все вот это должно быть четко учитано в данной формуле и рассчитано. Если вы правильно рассчитали фонд времени, работы оборудования, фонд времени рабочих, то вы правильно заложите затраты на вашу себестоимость, вашу продукцию. Если вы неправильно рассчитали, и вы действительно рассчитали время гораздо меньше, оно уйдет вас на ремонт и так далее, идет гораздо больше, то, естественно, вы потеряете много во времени, и себестоимость продукции будет неоправдана. Контрольное задание для СРС. Действительный фонд времени, действительный фонд времени, эффективный и действительный фонд времени по-разному, просто в разных указывается источниках. Но то, что является эффективным работой оборудования, то, что вы еще раз говорю, это должно быть четко определена сменность работы, количество смен, потери на ремонт, на переналадку и наладку оборудования, число праздничных дней, число предвыходных дней, число сокращения рабочего времени предпраздничных, перед выходными днями. Если это такое не предусмотрено предприятием, то эти расчеты вы делаете. Вы можете обратиться к каким-либо источникам и посмотреть, для каких предприятий, что явилось действительным фондом времени, эффективным фондом времени. Спасибо за внимание. Занятие окончено. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...